Ваши плоти, ваши рассуждения — это голос вашей души. Но ваша совесть — это голос вашего духа. Теперь, когда вы рождены свыше, вы можете доверять своей совести. Вы можете доверять своей совести. Вы можете доверять своему духу, потому что он новое творение, он рожден свыше. Раньше вы не могли доверять ему. Но теперь, когда вы спасены, вы можете доверять своей совести, потому что теперь ваша совесть — это голос нового творения. А сейчас давайте присоединимся к Рефлодоллару и послушаем сегодняшнее послание. Я хочу познакомить вас сегодня с Личностью Святого Духа. Он также реален, как и человек, сидящий рядом с вами. Аллилуйя! На самом деле он более реален, чем человек, сидящий сейчас рядом с вами. Давайте начнем с 14 главы Евангелия от Иоанна. Я прошу вас верить в невидимую личность. Я прошу вас верить в невидимого помощника. Если ваш ум сосредоточен только на физических вещах... Я сейчас не говорю о грехах. Если ваш ум сосредоточен только на физических вещах, тогда вы будете ограничены своей плотью, которая верит только в физическое. Поймите, что я вам говорю. Если вы сидите здесь и говорите, «Пастор, я верю только в то, что я вижу. Я верю только в физические вещи». В таком случае вы очень ограничены и не можете получить благословение из духовной сферы. Потому что вы верите только в то, во что верит ваше тело. Что я имею в виду? Ваше тело верит в то, что оно видит своими глазами. Верит в то, что слышит своими ушами. Ваше тело верит в то, чего может коснуться руками. Итак, ваше тело верит в то, что оно видит. Верит в то, что чувствует. Ваше тело верит вашим физическим чувствам. В том, что касается дел Божьих, братья и сестры. Единственное, как вы можете получить то, что было вложено в ваш дух, это ходить в духе. Это единственный способ получить то, что было вложено в ваш дух. Вы должны ходить в духе. Значит, вам надо верить вне того, во что верит ваше тело. Верить сердцем, значит верить духом. Послание к Римлянам говорит о том, как вы спаслись. Там сказано, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать... Обратите внимание, тут не сказано телом твоим веровать. Здесь ничего не сказано о чувствах, об ощущениях, что ты не спасен. О том, что нужно видеть свое спасение. Нет, нет. Здесь сказано, чтобы спастись, ты должен веровать своим сердцем. А верить сердцем, значит верить духом. Говоря о сердце, Писание не имеет в виду орган, перекачивающий кровь в вашем теле. Сердце человека — это его дух. Центр человека — это его дух. Писание говорит веровать духом. А как с практической точки зрения верить духом? Надо выяснить, во что верит дух. Дух верит Слову Божьему. Чтобы узнать, во что верит дух, вам надо посмотреть в зеркало. А зеркало — это Слово Божье. Дух верит Слову Божьему. Иисус сказал, слова, которые говорю я вам, суть духи — жизнь. Итак, дух верит Слову Божьему. Скажите, дух верит Слову Божьему. Мое сердце верит Слову. Итак, веровать сердцем или веровать духом, значит верить тому, чему верит дух, а это Слово Божье. Итак, возможно, тело не верит в то, что оно исцелено, потому что не чувствует себя исцеленным. Но дух верит в то, что у него уже есть. Ранами его вы исцелились. В этой ситуации вы верите в противоположность своему телу. Аллилуйя! Вы верите своим духом, и он верит в противоположность тому, во что верит ваше тело. Ваше тело говорит, я не чувствую себя исцеленным. А вы — нет, мы не верим в то, во что веришь ты. Мы верим в то, во что верит дух. Ранами Христа мы исцелены. Вы говорите, «У меня достаточно денег, чтобы оплатить эти счета». А тело говорит, я смотрю в кошелек, и не вижу там никаких денег. Вы говорите телу, мы не верим в то, во что веришь ты, тело. Мы верим в то, во что верит дух. А он информировал нас о том, что Бог восполнил все наши нужды по богатству Своему в славе. Вот поэтому и надо верить. Я говорю вам сегодня. Для того, чтобы это работало, вы должны верить в то, что вообще не имеет физического доказательства или свидетельства. Я прошу вас прийти в место, где вы хотите, чтобы это все работало для вас. Вы хотите жить в благословении. Я прошу вас верить в то, что вообще не имеет никакого физического свидетельства или доказательства. Необходимое для христианина свидетельство находится в Слове Божьем. Для христианина все доказательства в Слове. Кто-то скажет, я не могу этого делать. Но вы это делаете все время. Вы делаете это все время. Не говорите мне, что не можете поверить в то, чего не видите. Есть много всего, что вы не видите, но во что верите. Кто из вас верит, что у вас в голове есть мозг? Но немногие когда-либо видели его, аминь. Кто из вас верит в то, что когда вы включите свое радио, вы что-то услышите, но радиоволн вы не видите. Много во что вы верите и при этом не видите. Если вы принесли документ своего автомобиля, то в ваших руках доказательство существования автомобиля, которого никто не видит. потому что документ — это доказательство. Доказательство того, что этот автомобиль где-то существует. Аллилуйя! Так и Библия — это документ на право собственности. Если вы находите что-либо в слове, то это свидетельство и доказательство того, оно где-то существует, даже если вы не видите этого. Вы слушаете меня? Именно это вы, будучи христианами, и должны делать. Верить сердцем — значит верить свидетельству Слова Божьего против свидетельства того, что видимо, что можно почувствовать и воспринять органами чувств. Аминь. Если вы это понимаете, скажите «аминь». Вы это понимаете? Итак, братья и сестры, вам надо пойти дальше физического и признать, что существует духовный мир. Кто из вас верит в существование духовного мира? В то время, как существует физический мир, существует и мир духовный. Если бы Бог открыл ваши духовные глаза, прямо сейчас вы видите физический мир, но вы не видите духовный мир. Если бы Бог открыл ваши духовные глаза, то вы увидели бы духовный мир и увидели, что этот зал переполнен. Сейчас вы видите физические вещи, но тут есть ангелы, которых вы привили с собой, Некоторым из вас понадобилось несколько ангелов, и все они в это утро пришли в церковь вместе с вами. Кто-то из вас привел за собой бесов, но ангелы не позволили им войти. А если бесы тут и есть, то вы своими духовными глазами увидели бы, что наши ноги попирают их головы, и мы говорим им, молчи, не смей открывать свой рот, не открывай его во имя Иисуса. Вы попираете бесов ногами и говорите, не смей открывать свой рот. Аминь? Для того, чтобы оставаться в Духе, вы должны быть сосредоточенными на Слове Божьем. Мы говорим о получении того, что вы уже имеете в Духовном мире. А для этого надо быть сосредоточенными на Слове Божьем. Слово Божье, вот что делает нас духовными. Скажите, Слово делает меня духовным. Скажите снова, Слово делает меня духовным. Я не смогу быть духовным. без пребывания в Слове, потому что Слово Божье делает меня духовным. Вот почему, когда вы сталкиваетесь с испытаниями в жизни, вы должны обращаться к Слову и узнавать, что говорит Слово об этой ситуации, что оно говорит мне думать, как оно говорит мне разбираться с ситуацией. Почему? Потому что вам необходимо оставаться в Духе, чтобы пожинать из духовных ресурсов, вместо того, чтобы жить по плоти и пытаться что-то пожать из физических ресурсов. Многое из физической сферы вы не сможете получить, потому что вы не выросли в том районе, у вас не тот цвет кожи, у вас не то образование. И, скорее всего, сделав попытку чего-то добиться в жизни, вы услышите «нет», устав постоянно слышать «нет», вы обращаетесь к духовной сфере. Но вы должны понять, для того, чтобы получать благословение из Духа, вы должны научиться жить в Духе. Чтобы пожинать из Духа, вы должны научиться ходить в Духе. Кто-то спросит, а какое это имеет отношение к Святому Духу? Хождение в Духе требует проводника, а иначе вы не будете знать, куда идете. Когда вы ходите в Духе, вам требуется проводник. И Святой Дух... Воскликните! Святой Дух! Святой Дух — это проводник, который необходим вам прихождение в Духе. С этого момента давайте говорить о вашем проводнике, потому что вы живете в Слове Божьем. Но Святой Дух знает о Слове больше, чем знаете вы. Вы знаете, что говорит Слово. Можете цитировать его, и у вас есть какое-то знание. Но когда вашим проводником становится Святой Дух, и вы находитесь под водительством того, кто обладает полным знанием, Он что-то будет открывать вам, хвала Господу. О, Иисус! О, Иисус! Слава Богу! Именно этого и не хватало в нашей жизни. Мы думали, что можем ходить в Духе, руководствуясь лишь умственным знанием, лишь обновляя свой ум. Одного знания недостаточно, чтобы получить свое благо. Слово должно ожить. Он ваш невидимый соработник. Он будет вести вас и направлять вас. Вы думаете, что что-то знаете, поскольку закончили семинарию. Вот что я вам скажу. Вам необходим Святой Дух при каждом слове, которое слышите, при каждом откровении, которое получаете, при каждой книге, которую читаете, при каждой проповеди, которую слушаете. Вам необходим Святой Дух. Мне необходим Святой Дух каждый раз, когда я проповедую вам, потому что я не знаю, как составить проповедь так, чтобы она была понятна вам. Я не знаю вас, не знаю, откуда вы, не знаю, какое у вас образование, не знаю, с кем вы говорили сегодня утром, но Дух Святой знает. Он изменяет мое послание, и я говорю не по своим записям, но я отхожу в сторону, и великий учитель показывает мне, что сказать. И когда я говорю, вы слышите, как он что-то говорит вам. Здесь происходит многое. Я говорю одно слово, но тысячи людей слышат разное. Дух Святой доносит то послание, в котором каждый из вас нуждается. Аллилуйя! Итак, вам необходимо доверять проводнику. Я покажу вам почему. 14 глава Евангелия от Иоанна. Сейчас я прочту из Евангелия место, где Иисус готовил людей к приходу Святого Духа. Дух Святой уже пришел на эту землю. В этом месте Писания, Иисус говорит, до своей смерти, погребения и воскресения, Он говорит об обетованном Духе Святом. Прочитаем 15 стих. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. 14 глава Евангелия от Иоанна. И я умолю Отца и даст вам, обратите внимание, другого утешителя. Почеркните слово утешителя. Да пребудет с вами вовек. А кто этот утешитель? Перейдите к 26 стиху. Утешитель же, смотрите. Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое. Он что? И он что? И напомнит вам все, что я говорил вам. Вернемся к 16 стиху. Итак, мы знаем, что утешитель — это Дух Святой. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа Святого, да пребудет с вами вовек». Смотрите, Иисус говорит здесь, что Дух Святой пребудет с вами навсегда. Это было до смерти Иисуса. А сейчас Дух Святой пребывает не только с нами, но после того, как умер Иисус, Дух Святой пребывает внутри нас. После того, как Иисус умер, сошел в ад, воскрес из мертвых, Дух Святой поселился внутрь нас. Это слово «пребывать» означает «устроить обитель». Слово «пребывать» означает «жить в». Скажите своему соседу, в вас живет Дух Святой. Святой Дух. Кто из вас верит в то, что я только что сказал? Теперь вам надо обновлять свой ум и создавать осознание того, что внутри вас живет Дух Святой. Внутри вас живет помощник. До спасения вы просто отправлялись куда-то и грешили. Но теперь, идя на грех, вы берете с собой Духа Божьего. Теперь следите за всем, что вы делаете, потому что внутри вас живет Дух Святой. Вы уже не один. В вас живет Дух Божий. Поэтому вы чувствуете себя дискомфортно, если грешите. До этого, если вы согрешали, то чувствовали себя при этом довольно прекрасно. Теперь же у вас проблемы с совестью. Ваша совесть говорит с вами. Я покажу вам, как Бог использует вашу совесть для общения с вами. Как мысли приходят от Святого Духа. Раньше вы приходили в ночной клуб и делали, что хотели. Шли в клуб, приводили незнакомку, блудили. Но теперь, после визита в клуб, вы приходите в церковь, и вам дискомфортно. Потому что вы теперь не один, и все время Дух Божий говорит вам, не делай этого больше. Он вам постоянно говорит, ты же праведен. Ты знаешь, Иисус заплатил за все твои грехи. Ты вредишь самому себе. Вы спрашиваете себя, почему мне неприятно? То, что вы делаете, уже не нужно вам. Бог сделал вас новым творением, а новое творение не было создано для греха. И вы должны говорить себе, я создан не для греха. Аминь. Потому что теперь я не один. Кто живет в вас? Кто живет в вас? Кто живет в вас? Иисус говорит, Духа истины, которого мир не может принять. Слово «мир» относится к людям, нерожденным свыше. Они не могут принять Святого Духа, Духа истины. Почему? Потому что не видят Его и не знают Его. Они не могут принять Его, потому что не видят Его. До того, как вы родились свыше, вы верили только в то, что видели. Но теперь от вас требуется верить в то, чего вы не видите. Иисус говорит, что мир не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его. Скажите громко, «Я знаю Его». Иисус говорит, «Ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Если вы рождены свыше, если вы рождены свыше христианин, Дух Святой внутри вас прямо сейчас, кто-то скажет, «Но я не чувствую Его». А Он не зависит от ваших чувств. Чувства. Чувства. Это голос вашей плоти. Ваши рассуждения. Это голос вашей души. Но ваша совесть. Это голос вашего духа. Теперь, когда вы рождены свыше, вы можете доверять своей совести. Вы можете доверять своей совести. Вы можете доверять своему духу, потому что Он новое творение. Он рожден свыше. Раньше вы не могли доверять Ему. Но теперь, когда вы спасены, вы можете доверять своей совести, потому что теперь ваша совесть — это голос нового творения. Ваша совесть — это голос рожденного свыше духа, который внутри вас. Аллилуйя. Теперь, когда вы рождены свыше, у вашей совести есть предчувствие Обращайте на это внимание, потому что это голос вашего духа Теперь, когда вы рождены свыше, ваша совесть говорит вам, не ходи туда И вам нужно прислушаться к этому, потому что это голос вашего духа Теперь, когда вы рождены свыше, ваша совесть говорит вам, не устраивайся на эту работу И вам нужно прислушаться к этому, потому что это голос вашего духа Я стараюсь делиться этой истиной как можно чаще. Но однажды меня спросили, а как узнать, что это говорит Бог? Я дал пять показателей для безопасного определения. Было ли это слово от Бога или от кого-то еще? Если вы слышите внутри себя голос и хотите понять, говорит ли это Бог, то первое, что вы должны спросить, требуется ли моя вера? Второе, требуется ли храбрость? Когда Бог проговорил к Иисусу Навину, от Него потребовались твердость и мужественность. Третье, согласуется ли это со Словом Божьим? Дух Божий никогда ничего не скажет вам противоречащего Слову Божьему. И для того, чтобы определить, согласуется ли что-либо со Словом Божьим или нет, вы должны знать Слово. Четвертое, несет ли это мир? Потому что мир Божий в Слове Божьем. Послание Колосинам 3.15 «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Итак, когда к вам говорит Дух Божий, в вашем сердце мир, хотя в вашей голове может происходить что-то иное. В голове может быть сомнение, а в сердце в это время — мир. Когда говорит Дух Божий, в вашем сердце мир. Последнее. Идет ли это слово против рассуждений и доводов мира сего? Когда к вам говорит Бог, это не будет совпадать с рассуждениями и доводами мира. Многие меня спрашивали, Бог ли проговорил нам основать церковь здесь, в Нью-Йорке? Когда я услышал в своем сердце «Начни церковь в Нью-Йорке», то стал проверять, требует ли это веры? Да, это требует веры. Потребуется ли храбрость? О, в Нью-Йорке, да, храбрость потребуется. Согласуется ли это со Словом Божиим? О, да, вы видите, как Бог делал это на протяжении всего Писания. Переживал ли я мир Божий? В голове у меня был страх. Я думал, это убьет меня. Но в сердце мир. Я знал, что именно так и надо сделать. Было ли это против рассуждений и доводов мира сего? Основать церковь, когда у тебя нет ни здания, ни участка? Да, это было полностью против рассуждений и доводов этого мира. Но было ли это от Бога? Да, было. Поэтому сейчас вы сидите в своей церкви. Вам понятно, о чем я говорю? Понятно? Итак, ваша совесть — это голос вашего духа. Поэтому обращайте на нее внимание. Вот как я описываю ее. Часто люди говорят, что-то подсказало мне. Это была ваша совесть, говорил Дух Святой. И у вас есть показатели для проверки, кто это говорит. Изменяющая жизнь живет в вас. И представьте, что может произойти в вашей жизни, если вы станете более чувствительными к водительству Святого Духа и направлению от Него. Он станет вас вести в том, что вам кажется незначительным. Вы идете на собеседование, и Дух Божий говорит вам, «Не одевай красное, одень синее». Так часто мы говорим, «Да, это не важно». Нет, учитесь обращать внимание на голос своего духа, на голос своей совести. Оденьте синий, не одевайте красное. Вы пришли, и оказывается, синий — любимый цвет парня, который проводит собеседование. У вас уже преимущество. Дух Святой знал это, а вы не знали. Он хочет наставить вас на всякую истину. Он хочет показать на путь, ведущий к хорошей жизни. Но вы должны понимать, что вам необходимо водительство. Вам нужен руководитель, который будет вести вас в хорошей жизни. Недостаточно только спастись и иметь страховку от ада. «Я спасен, и не пойду в ад». Конечно, спасение — это больше, чем только не пойти в ад. Бог хочет, чтобы выжили жизнью с избытком. И Дух Святой знает, как привести вас в нее. Некоторые из вас застряли, потому что не обращают внимания на голос своего Духа, который пытается вести вас к исполнению желания вашего сердца. Он ведет вас в том, что надо делать, чтобы исполнить желания вашего сердца. Но вы не понимаете, почему в вашей жизни ничего не происходит, потому что не доверяете Духу Божьему. Вы сидите одиноко и мечтаете о муже. Бог знает, где ваш будущий муж, но вы не следуете за ним. Бог призывает вас стать активной на работе, стать активной в служении. Не знаю, хочу ли я это делать, Га-а-а! Лучше слушайте, что... Вот как подействовала га-а. Кто не знает, это слово переводится «девушка». Слушайте, Дух Святой знает, как руководить, и Он знает, как направлять и приводить вас туда, где вам нужно быть. Но мы должны научиться осознавать Его И признавать Его присутствие Аллилуйя И смотрите, что Он пообещал сделать Не оставлю вас сиротами 18 стих Приду к вам Иисус сказал Не оставлю вас без утешения Посмотрите, какова работа Святого Духа Писание говорит о Нем, как об утешителе Потому что одно из Его основных дел Давать утешение, комфорт Если вы чувствуете дискомфорт Дух утешения живет в вас Если вы будете слушать Его Он приведет вас к утешению Конечно же, некомфортно жить от зарплаты до зарплаты Дух Божий знает, как вывести вас из этого Конечно же, некомфортно жить в тайном рабстве О котором никто, кроме вас и Бога не знает Оно мешает вам, тяготит вас А Дух Святой хочет вывести вас из этого рабства Конечно же, некомфортно жить на трех работах Чтобы как-то прокормить семью И Дух Святой хочет вывести вас из этого положения У Него есть идея Приготовленная специально для вас И Он может показать вам, как реализовать ее Но будете ли вы, в достаточной степени Доверять своему невидимому помощнику Где бы вы ни были Дух Святой прикасается к вам в это утро Особенным образом Потому что вы сегодня выходите из позиции Под названием среднее Вы сегодня выходите из позиции под названием нормальная Вы сотворены не для того, чтобы жить средней, нормальной жизнью Вы дети сверхъестественного А в сверхъестественном вам нужен проводник Потому что вы знакомы лишь с физическим миром В сверхъестественном мире вам необходим проводник Аллилуйя Аллилуйя В 26 стихе Иисус говорит Утешитель же, Дух Святый Которого пошлет Отец во имя Мое Научит вас Обратите внимание Всему Братья и сестры Слушайте меня очень внимательно Всему, чему вам надо научиться Дух Святой способен вас научить В этом путешествии Вам был дан наставник Который научит вас всему И не только тому, о чем вы спросите Хорошо приходить к Нему и говорить Дух Святой, научи меня быть отцом, которым я должен быть Очевидно, что я не знаю, как это сделать Научи меня Дух Святой, научи меня быть такой женой, какая я должна быть Дух Святой, научи меня быть такой матерью, какой я должна быть Дух Святой, научи меня быть другом Многие люди нуждаются в обучении, как им быть другом Потому что не знают этого Дух Святой, научи меня быть хорошим работником Дух Святой, научи меня, как общаться с тобой Дух Святой, научи меня учиться Библия говорит, что Он научит вас всему Вы приходите сюда и чего-то ждете от меня. Когда вы будете учить на эту тему? Дорогой мой, вам не надо ожидать от меня. У вас есть личный наставник. Если вы попросите, он научит вас всему. Если бы Адам и Ева обратились к Богу и сказали, «Научи нас различать между добром и злом», тогда бы не пришлось им вкушать от древа. Они могли бы попросить Духа Святого, и он научил бы их. Время от времени Дух Святой что-то предлагает нам, но мы не обращаем на это внимания. Он пытается вести нас. Пытается вести. Однако мы не обращаем на это никакого внимания. Вы так жаждете получить свое, что не признаете его присутствие. Там, где не признают его присутствие, Дух Божий не будет проявлять грубость и заставлять вас что-то делать. Я не верю, что кто-то умирает без предупреждения. Я не верю, что что-то просто так происходит. Где-то по ходу дела предупреждение было. Тихий голос Святого Духа говорит вашей совести что-то сделать, но вы были настолько заняты, что проигнорировали и не обратили внимания. Представьте, Дух Святой пытается вывести вас из долгов. Он 20 лет говорит вам, что делать, но вы не обращаете на это внимания. Говорю вам, тот, кто изменяет жизнь, здесь. В это время, в этот период перед пришествием Господа, я верю в то, что будут люди настолько чувствительны к Святому Духу, они будут настолько вводимы Духом Божьим, что когда люди спросят вас, как вы это сделали, вы ответите, у меня есть работник, который помогает мне. Он мне сказал, куда идти, что сделать и что сказать. В этом нет никакой моей заслуги. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Но некоторые христиане, особенно новообращенные, вы, слыша это, говорите, реально ли это? Значит, ваше тело хочет увести вас в сторону. Для вас это не станет реальным, пока вы не обновите свой ум, пока не проведете время в слове, и вот тогда Дух Божий будет показывать вам. Мы, женой, не делаем ничего, пока не услышим голос Духа Божьего. Надо сделать вот что. Я думаю, что мы должны сделать это.